В 2010 году, да, Костянтий жил в этом дворе, и Костянтий творил, в общем-то, когда он водитель все время творил, и когда он даже собирал художников, он на даче у художников собирал, ну буквально это была традиция, и для художников это была великая радость, это был праздник, вот эти встречи на даче у Костянтий, потому что... Даша уже была на фонтанте. Ну рассказывай, ты... А что рассказываешь? Ты уже что рассказала? Нет, ну здрасьте. Вот 8 лет назад Сережа Брайко решил возродить эту традицию с учетом того, что в Сиреневый Пленэр очень красиво, спасибо большое. В Сиреневый Пленэр очень красивая традиция, и когда Одесса вся в Сирене, это настолько здорово, и не всегда это вдохновляло художников. Нам рассказывал Виктор Потеряйко, как он однажды был на даче... Да? На даче, он был в каких... Это где он... Расскажи, вот как он рассказывал, как мастер писал, как он Сирень писал. Встал с мастером, он тогда был зеленый студент, и ему было неловко подсматривать, что мастер пишет. Ну вот они встали возле сиреневых там кущей, возле забора, и давай, значит, работать. И он работает, 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 работает... А потом, когда закончили писать... Мы, кстати, видели этот исторический этюд Потеряйко. Он у него сохранился. Это... Ну как бы... Он его не продал, он его бережет именно как память. Очень хороший, очень живой. И он говорит, подхожу, я говорю, к мольберту, к маэстро, и вижу там одну веточку сирени. А он там, и заборы, и куча, и сирени, и тени, и тропинку. Вот. А маэстро, вот он, он был во всем прекрасен. Вот эта веточка сирени, она была совершенствована. Вот. Поэтому, в общем-то, видение мастера всегда очень... Ну как сказать... Это всегда особенно, это всегда удивительно. И говорят художники, ведет мир по-своему. Художники перенимают... От природы берут самое лучшее, потому что от природы самый лучший учитель. И прекраснее, чем сотворит природа. Ну вот можно у нее учиться до бесконечности. Ну, этим нам, конечно, и дорог. Он всем нам дорог. Но он дорог тем, что он делал вот такие душевные встречи. Понимаете, официальных встреч очень много. Официальных мероприятий очень много. Но добиться вот такой душевности, которую дают... Измерялось. Измерялось что-то. Резала топором, но мерила я не знаю. Топором резала, но, посмотрите, тютелька в тютельку вышла. Все равно хорошо. Вот. Просто мы хотели бы, чтобы просто вот такие традиции, они возрождались. В этом году была очень холодная весна. Очень холодная. Мы думали, что все зацветет позже. Да. Думали, что все зацветет позже. И мы сдвинули пленэр. А, к сожалению, то, что подписано мэром, это уже мероприятие, которое прошло... У меня не спросили. ...подтверждение. Про погоду. Про погоду, да. Ну, просто мероприятие подписано уже на тот день, когда... Мы уже знаем, что сиреня цвела. И она вдруг зацвела. Вдруг стало жарко, неимоверно. Ну, вот такое странное было восхождение весны. Ну, в прошлом году неделя, да. Даже больше.